ребят всем привет вы находитесь на канале земцов vision и сегодня мы поговорим о вращающихся блеснах для ловли головля о том какими характеристиками и элементами они должны обладать а также о конкретных моделях и так поехали а начнем мы пожалуй с лепестка если в случае со щукой чаще всего мы ловим на аглию лонг с окунем на обычную аглию то в случае с головлем такой градации особой здесь нет головы достаточно хорошо клюет на лепестки любого формата далее что касается дополнительных элементов головы это условно мирная рыба и особенно мелкий головы очень трепетно относится ко всяким провоцирующим элементам и элементам которые ему напоминают насекомых таким элементам относятся мушка на тройнике кембрик как альтернатива мушке вот такие вот типы расцветок когда у нас на фоновом поле имеются какие-либо яркие точки и подобные бусинки которые являются точкой прицеливания при атаке что касается размеров блесны то использовать можно вращалки от нуля-нуля и до третьего номера причем третий номер это уже на грани и это блесна для ловли избирательно крупной рыбы общее количество баклевок при ловле на блесну такого размера заметно снизится все же головы это мирная рыба а потому слишком усердствовать со размером блесны явно не стоит ну что ж давайте более подробно пройдемся по конкретным приманкам первая блесна которую можно рекомендовать при ловле головля это конечно же классическая мэпс аглия причем в данном случае у нас аглия в модификации декор декор отличается наличием вот таких вот точек на лепестке при проводке лепесток типа аглия отклоняется от оси блесны на 60 градусов и воспроизводит высокочастотные колебания у данной блесенки нет никакой мушки на тройнике но это не является препятствием для того чтобы на нее ловить головля очень и очень интересный вариант как для ловли головля так и для ловли язя окуня и прочих некрупных хищников далее у нас следует блесна мэпс black fury черная фурия выполнена на базе блесны комет при проводке лепесток такого типа отклоняется на угол в 45 градусов от оси блесны от прочих модификаций именно черная фурия отличается наличием вот такой вот черной наклейки с яркими точками и бусинки которая является точкой прицеливания для хищника и для головля в частности данная блесенка подходит как для ловли на стоящих водоемах так и для ловли на реках с умеренным течением мэпс xd от всех других приманок она отличается своей конструкции она выполнена по схеме инлайн как мы видим ось блесны проходит через сам лепесток и никакой дужки здесь нет также ее особенностью является вот такое вот довольно тяжелое тело благодаря этому телу можно выполнить дальний и качественный заброс к местам стоянки головля за счет формы лепестка и конструкции это блесна лучше подходит для ловли в реках поэтому применять блесну можно на реках начиная от медленного и вплоть до быстрого течения там эта блесенка головля точно найдет к блесне blue fox super vibrx у меня довольно неоднозначное отношение в плане ловли головля потому что иногда бывают дни когда она очень хорошо работает и бывают дни когда она не работает вовсе я это связываю с наличием вот этого вот сердечника который является главным козырем данной блесны скорее всего дело в том что когда головль активен блесна очень хорошо приманивает его и он собственно ее атакует но когда головль пассивен данный колокольчик наоборот настораживает потенциальный трофей и поклевка не происходит в остальном здесь лепесток типа комет заводится блесенка очень и очень хорошо отличается своей универсальностью можно применять как настоящих водоемах так и на реках вплоть до средней скорости течения вот эти две блесенки это у нас блесны от украинской компании флагман флагман джета и флагман васп у первой лепесток типа аглия у второй же лепесток типа аглия лонах кроме того блесна отличается пулеобразным сердечником который делает заброс более дальним наличием вот такой вот бусинки которая является точкой прицеливания и очень и очень хороший элемент это вот это вот мушка что там что там причем на этих блеснах используются вот такие вот одинарные крючки на самом деле может показаться что одинарный крючок плохо будет по засекаемости но случай с головлем с не классическим хищником как-то наоборот происходит атака и у головля мясистая пасть как правило если подсечка успешная то сход уже не происходит ни при каких обстоятельствах данные блесенки я применяю для ловли на совсем уж мелких лесных реках ширина которых не превышает обычно 46 метров далее блесенки которые на мой взгляд незаслуженно игнорируются многими спиннингистами это блесны от рублекс цельта и турбо турбо отличается от цельты наличием сквозных отверстий в лепестке лепесток здесь типа аглия очень интересная конструкция сердечника здесь он практически отсутствует есть вот такая вот спиральная пружина и тройник в данном случае является заменяемым что тоже несомненно плюс мелкие легкие блесны которые подходят для ловли стоящего у самой поверхности воды головля лучше себя покажут на стоячих водоемах и на водоемах с медленным течением далее две блесны которые я использую для ловли крупного головля на крупных водоемах это savage gear rotx spinner и lucky john bonnie blade в принципе сюда же можно отнести еще понтон 21 синхроне в том плане что они очень и очень схожи между собой лепесток типа аглия пулеобразный сердечник тяжелый позволяющий выполнить дальний заброс на тройнике может быть как кембрик так и мушка в принципе мушка наверное все же скорее более предпочтительно чем кембрик хотя и кембрик случае с головлём окунем значительно повышает количество поклевок rotx spinner bonnie blade и синхроне имеют очень интересные схемы расцветки которые диссонируют два цвета диссонируют между собой и кроме того обратная сторона лепестка у нас тоже окрашена и окрашена она опять как правило в диссонирующий цвет очень и очень мне эти блесенки нравятся в принципе как это такие это работают хорошо и по окуню и по щуке по всем хищникам и в том числе тут конечно же головы так что иметь в своем арсенале при охоте за головлём определенно стоит помимо этих блесен существует еще довольно большое количество других приманок данного типа но еще бы выделил это из старых шведская фирма миран с блесной агат дальнобойная тяжелый сердечник и подходит для ловли избирательно скорее крупного головля а для ловли на ультралайт можно еще порекомендовать маньячки очень и очень популярные и уловистые блесны ребят всем спасибо за просмотр и если вам это видео было полезным то ставьте лайк подписывайтесь на канал заходите на наш сайт ссылка на который будет в описании и всем счастливо